Для вязания этого цветочка набираем на длину всей машины удобным способом петли. У меня 190 петель на всю длину машинки. Я провязала 8 рядов рыхленькой, свободной плотностью. Беру теперь катушечную нить и провязываю один ряд катушкой. Для того, чтобы снять на вспомогательную нить моё полотно. Катушечная нить должна быть контрастного цвета. Один ряд. И теперь на вспомогательную ниточку и срезаем полотно. Основная нить у нас остаётся привязанной к полотну. Не отрываем её. Потому что мы сейчас будем продолжать вязание. На вспомогательную нитку. Я использую тот же акрил, с которым вяжу цветочки. Потому что это очень удобно. Спомогательную нить её провязала. Теперь срезаем полотно. Спомогательную нить отрывать не надо. Мы её сейчас и распустим. Полотно срезали с машинки. Теперь. Видите? Катушечная нитка отлично нам разделила петли. Отлично видно петельки. Вот они. Мы берём и делаем массовую убавку внутри полотна. Но не очень частую, а такую вот. Две петли. Так, загибаем вспомогательную нить. У нас катушечная разделяет всё. Две петли надели. Две на одну иглу. Две петли на каждую на свою иголку. Две на одну иглу. Можно делать почаще. Можно делать вот так. Если мы делаем чаще, то у нас будет цветочек покороче. Если мы делаем не настолько частую сборку, то цветок у нас будет достаточно длинным. Я имею в виду по высоте. Высоким. Вот такую сборку мы делаем до конца полотна. Снимаю. Очень удобное использование такой вспомогательной ниточки. И обязательно катушечная. Она, видите, как разделяет петли. У нас очень хорошо видно и вырисованы эти открытые петельки. Нам не приходится их искать. Они просто сами ложатся на иголки. Снимаем всё полотно. Надеваем всё полотно. Убавилось достаточно большое количество петель. Теперь я просто беру мою вспомогательную нитку и распускаю её. Аккуратно, чтобы. Видите, нитка распускается. Полотно остаётся висеть на иглу. Главное пропускать вниз, чтобы не слетело ничего с иголок. И желательно, конечно, убрать и катушечную. Потому что иначе она так и останется у нас в полотне висеть. А это совсем ни к чему. Всё. Убрали катушку. Стяжка достаточно существенная у нас произошла. Провязываем. Пять рядов. Десять уже не надо. Восемь, десять. Уже гораздо меньшее количество рядов нужно. Плотность та же, всё тоже. Рабочая нить у нас остаётся. Мы её не отрывали. Вяжем пять рядов. И повторяем эту операцию. Причём стяжку на этот раз можно делать уже посущественнее. То есть не через три петли, а каждую вторую убирать. Каждую третью. Да. Так. Пока вяжем пять рядов. Так. Пять рядов. И повторяем эту операцию. Опять катушечную. Можно взять даже ту же самую. Можно новую, потому что та нитка у меня запуталась. Один ряд катушки. Это же самая вспомогательная ниточка. Зелёненькая пойдёт. Она от этого не портится. Несколько рядочков. Раз, два. Три, четыре хватит. И снимаем платно. Срезаем. Вот. Видите, уже пошла убавка такая конусом. Повторяем эту операцию. Берём изнанкой к себе. Вспомогательную ниточку загибаем назад. У нас отлично видны петли. И надеваем их на резальную машину. Одна петля на одну иглу, две петли на вторую. Одна петля, две петли. Одна петля, две петли. Одна, две. Будет очень хорошая стяжка. Нам это и нужно. Нам очень длинный цветок не нужен. Иначе его будет тяжело складывать. До конца ряда. Одна петля на иглу, две петли на иглу. Выполнили вот такую стяжку. Провязываю ещё 5 рядов. Опять стяжку. Ещё 5 рядов. И ещё стяжку. До тех пор, пока у нас не останется совсем немножко. Ну вот, там не знаю. 25, где-то вот 20-25 петель. Убираем, убираем, убираем. Каждый раз провязываю по 5-6 рядочков. Сейчас провяжу 6 рядов. 5 рядов, 6 рядов. Смотрите по тому, какая у вас пряжа. И что в итоге у вас получается. Не надо, чтобы это было очень скомканно. Не надо, чтобы было стянуто. Полотно должно быть свободное. И его должно быть достаточно для того, чтобы цветок был объёмный. Примерно такое полотно у нас должно в итоге получиться. Поэтому сейчас провязываю 5 рядов. Срезаю опять на вспомогательную нить. Делаю стяжку. Провязываю 5 рядов. Срезаю, делаю стяжку. И в итоге у меня получится вот такая вот интересная очень конструкция. У меня осталось 30 петель. Сейчас я могу сделать проще. Я могу каждую вторую петлю пересадить на соседнюю. Сделать такую хитрую убавку. Чтобы не пользоваться вспомогательными нитками, не срезать полотно. Просто каждую вторую иглу пересаживаю на соседнюю иголку. У меня получается вязание через иглу. До конца полотно. Теперь провязываю пару рядочков на этих вот иглах через одну. Раз. Два. Отрезаю нить, иголку или крючком. Кому как удобно. Снимаю все вязание на нитку. Иголкой просто делать быстрее. Чем протягивать каждый раз. Получаются достаточно приличные петли. Они и большие, что даст хорошую стяжку. В то же время они и редкие, что тоже хорошо стягивает полотно. Видите, при таком способе полотно стягивается гораздо эффективнее, чем если бы мы все 30 игл пытались тянуть в одну точку. Здесь получился бы достаточно большой такой мешок. При таком способе у нас мешка никакого нет. И стяжка очень активная получается. Быстренько собрали все. И получается у нас вот такой вот цветок. Его можно закручивать как калу. Вот он получается вот такой вот серединку. Убираем серединку, цветочек. Если еще и присобрать на сборочку. Сборочка это вообще наше все в цветочках. Получается очень интересная стяжка. При разных вариантах выполнения той вязания получается Применяя разную пряжу мы получаем совершенно разный эффект от этого цветочка. И приложив небольшую фантазию при скручивании мы тоже получим очень интересный, необычный и эффектный цветок. Применяем. 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 Применяем.